что у нас поехала у нас я в европа да или как ее назвать я я в европа но она вроде европа на сегодня и наш друг да наш друг решил доверить нам свой агрегат валера чтобы мы его качнули чипанули чё поехали прокатимся попробуем сейчас прокатиться и после потом после чип тюнинга ну ты сам за руль садись я поснимаю сам поймешь таким не снять надо у тебя и и но посмотрим что у нас получится тебе надо просто сесть сам поймешь что нет что она с места вообще короче у нас нету этого приборчик чтобы засекать все не серьезно все по-дилетантски просто так вот по ощущениям как вот это муха наедалка она едет едет но она едет но не так как хотелось бы да ну ладно ну давай загоняем смотри знаешь какой эффект она едет когда в тапок даешь когда за 2 ну 3000 оттопок а когда вот едешь вот она там видимо от турбина она где-то срабатывает на 2 и 8 понял вот этот момент когда до этого она тупая прям такое ощущение что ее за жопу держу жопу отпустим надо отпустить жопу сказали что поедет да надо жопу отпустить и чем говорит давай сразу все нормально все-таки я тебя знаю в общем 320 моментов он сказал вложили в этот автомобиль по факту 122 лошадиных силы были было сейчас михаил зальет новую прошивку и вроде бы как 160 170 лошадиных сил мы просто такой автомобиль еще японский еще никто на стенд не ставил поэтому может показать только стенд что добавится стенда у нас нету но мы поверим нашему другу роману очень хороший калибровщик кстати ссылочку на его группу в телеге я оставлю сможете зайти познакомиться с ним специализируется вообще принципе на этих автомобилях поэтому сейчас зашьем и проверим ну как мы не проверим по ощущениям валера расскажет процесс почти пошел святая святая это долго объяснять долго да здесь еще дольше объяснять единственный кто попал сюда в этот кабинет даже это не мы шприцы для чего это очень скрытая информация это уже в более серьезных боксах там что-то меня в сомнении миша подходит руки на плечо подходит запасной есть мотор гиб запасной так здесь надеюсь процесс идет уже почти все пока его не туда залезем святой святой момент истины втыкаем и погнали еще пробуем валер сам будешь заводить валер на берег перекрести 100 валер сначала это заведи сначала закрой по чипанули пугаете меня ого завелась ты слышишь как работает как будто бы в образная шестерка затарахтела ну чё поехали проверять все погнали чипованный капот чё только тебя слушается это только это миша только тронулся прям уже раз уже прям чипованный капот да еще другая . а как ты понял на газ реагирует на моем я вообще давить не надо она едет ну поедем туда на выведем там почте а там быть на трассу давай здесь если я хотел дать а сейчас еще что кулешов хочет пригнать ту же машину ну вот кулешов он я на нее даже не наверно прокачать как будет это вот у него один в один также пупняк также на ней я прокачу чтобы самому понимать прям пойми потому что это она прям не она прям полетела ну а это ты понял потому что у тебя такая же с таким же мотором европеец европей вот она которая приезжала семидесятый мотор европеец там в стоке 156 коней и вот он примерно ведет себя так же чуть-чуть похуже а это даже получше даже получше да себе видео тут тоже как бы послушный газ но все равно как бы здесь как-то он все равно вообще прямо на легко эти маленькие так узнаешь такую и ночи и ночи именно перед остановка именно перед остановкой со второй на первое переключение сейчас что-то я его не наблюдаю может быть он как-то уходит учено вообще я на газ не давлю научить да просто не давлю да просто по чуть-чуть и он едет такого точно не она прям уже 70 я мочу почему на трассу съездим поехали поехали в аванс ию 7 едем передачи листает пониженную листой короче как минимум дефект ушел спи с 1 до когда на 1 приезжая вас со второй на 1 со на 1 и как бы при при более приеме стены стала более приеме стена газ более послушность намного интересного сейчас достаточно быстро разогналась вообще марта и как бы с вопросом что сильно скорость сборка и такая неплохая горка потому что видео не видно будет на горку так оп-оп-оп на мажорку газировали мешали так она полегче поехал сейчас на 170 в принципе все без вопросов вообще огонь без вопросов в точку Вот мы идем в 150, то есть она просто очень шикарно себе ведет. 150 это интересно можно показывать, что мы где-то здесь едем в 150, 160, 170, ну ладно, это будем считать, что это автобан. Сейчас нормально, тогда она по городу, она короче где-то 7,5-8, по трассе 5. Мне здесь сложно показывать какие-то параметры, но вот Валера говорит, как бы мы ее здесь сейчас не прожаривали, расход остался тоже, скорее всего будет ей полегче, возможно будет уменьшиться расход. Какие хорошие, прям, вообще, ну фига, слов у Валеры просто нету. Роман, спасибо тебе огромное. Я вообще довольный, я просто кайфую от тачки, мне не охота выходить, охота поездить. Говорит, жене не отдам. Жене не отдам точно, пусть на моей дуберке есть. Усадил меня Валера все равно в автомобиль, Mercedes горячо, говорит, ваш это, Toyota, Lexus, Mercedes. Сейчас я попробую все-таки на нем прокатиться, потому что этот уже у нас прошитый. Скоро зайдет еще один. Блин, ну едет, ну едет машинка едет. Ну, дело в том, что о качестве езды после того, как залили новую прошивку, может сказать все равно только владелец. я, конечно, попробую покататься. Блин, красота. К любителю Мерседесов, ему очень нравятся эти машины. Но я, знаете, одно понял. То, что я сказал, что это AMG пакет в начале, так казалось понты. Блин, прикинь. Валера, где ты значок-то взял для понта? Продается 300 рублей. Да, и у вас был не AMG, а стал AMG с прошивкой. 300 рублей. 300 рублей всего. Блин, уже кто-то зацепил. Ну, бомба, что, едет. Друзья, если интересно, можете обращаться. В принципе, у нас очень хороший калибровщик. Мне понравилось, да. Вот Паша приедет, ты прокатишься, ты поймешь. Мне Чинган больше нравится пока. Чинган больше нравится пока. Чинган больше нравится? Пока больше нравится, да. Мне название не нравится. Галочка я ее зову. В общем, друзья, если в Красноярске вам кому-то нужно будет сделать подобный автомобиль, обращайтесь. По калибровщику, по парню, кто этим всем занимается, ссылочка будет в описании на телегу, на его группу. Меня зовут Роман. Роман, спасибо огромное. Клиент доволен, мы тоже довольны. И вот еще одна у нас ГВАшка. Без АМГ здесь. С АМГ здесь. Тоже прошьем. К сожалению, здесь строчка красненькая. Такая кожа. Поинтересней климат, по-моему, другой. Ну, сейчас тоже ее прошьем. Здесь просто попросим отзыв клиента оставить, что он заметил. Это наш второй друг. Набрали вот этих вот мерседесов. Ну, вот управление сиденьями здесь на двери. Еще один япеец к нам заехал. Блок здесь Миша уже сдернул. Будем прошивать. Ну, с этим автомобилем чуть-чуть побольше придется повазюкаться. Здесь есть так называемый класс мощности, который нужно будет вычислять таким вот образом. Сейчас заливаем прошивку, которую нам Роман отправил. Устанавливаем, запускаем автомобиль. И терминов я всех не выучил еще. То есть, вычисляем, в общем, класс мощности автомобиля. Сейчас мы делаем, но если пойдет, то пойдет. Если нет, то... Сейчас закончим. То снова читаем, отправляем ему, да? Не читаем, он там потом переделывается. Так, в общем, здесь так получается. Сейчас залили, установили, завели. Либо работает, либо не работает. Если не работает. Ну, говорим, что не работает, и там что-то заделывают. Я так понимаю. Что, идем пробуем? Так, вроде завелась. Я так понял, что она на педаль газа либо реагирует, либо нет. Все работает. Значит, срослось. Давай, еще разок. Ну, все. Аллилое. Я, Рома, немного недопонял. То есть, в данный момент, первым этапом мы выявили только класс мощности автомобиля. Все у нас прошло нормально. Теперь пришел второй файл. И опять та же процедура. Все то же самое. Заливаем файл. И уже тогда поехали проверять. Друзья, ну что, еще один Mercedes готов. Прошивка залита. Я уже прокатился. Да, едет, едет весело. Ну, давайте попробую объяснить я, как со слов калибровщика. У нас нет стенда, к сожалению. Я верю, что когда-то он у нас появится, чтобы можно было обкатать эти автомобили. В общем, смотрите. В стоке 122 лошадиных силы, 200 ньютон на метр. Крутящий момент у этого двигателя, у этого автомобиля. Плюс там есть моменты с мостами, с коробками, со всеми этими делами. Это тоже немаловажно. Так скажем. Что добавили? Добавили 210 ньютон на метр крутящего момента. В теории, на практике это сложно в данный момент выявить. В теории, это у нас получается где-то добавляется 170-180 лошадей получается. То есть, соответственно, там 50-60 лошадок добавляется. Да, ощущается. Я прокатился. Ну, она прям едет. И еще немаловажно здесь корректируется еще и работа коробки с двигателем. То есть, вот на первом автомобиле, на котором мы заливали подобную прошивку, заметил хозяин, что ушел пинок при переключении со второй на первую. Вот все эти недочеты, не буду я углубляться в нюансы калибровщиков, но, так скажем, какие-то определенные дефекты, какие-то определенные недочеты, которые в стоке есть, в данный момент здесь устранены. Машина едет плавнее, разгоняется лучше на 2 секунды, 1,5-2 секунды быстрее разгоняется до сотни. Друзья, всем спасибо за просмотры. Ставьте лайки, подписывайтесь. Мы будем стараться показывать и снимать больше видео. Прошу вас, подпишитесь на Телеграм, Рутуб, Яндекс Дзен, ВК Видео. Мы везде выкладываем наши видео, потому что, если вы смотрите в YouTube, то, возможно, в ближайшее время он работать не будет. Он уже работает по-левому, не грузится видео, плохо грузится. Поэтому не знаю, что дальше будет в мире, но на данный момент мы перешли практически на все другие площадки, какие только можно, где нас можно увидеть. Спасибо от ребят за просмотры. Всем добра. Ну что, надо попробовать прокатиться. Так, попробуем его. Блин, что-то люди едут все. Так. Перекрестук у нас. Я не видел, на скольке она разогнулась, но разогнулась быстро. Достаточно. Едем? Да! Поехали! Продолжение следует...